Очаков ТВ представляет Приветствую вас. Привет. Что там, как настроение? Ну, нормально, вполне. Как у вас? У нас шикарно. Вы из какого города? Я из города Норильск, Заполярный круг, Красноярский край. О-о-о. Норильск холодно? Я знаю, у вас еще снег был недавно. 34 градуса сегодня жары. А мне или, может, не что-то путаю? Мне как-то 2 недели назад там снег вроде был. Да прекращайте, вы чего? А, может, я спутал с каким-то другим городом? Вы, наверное, путаете. У нас же еще стоит ненасимая. Вот сегодня дождик вроде обещают. Солнце, вон, видите, шарашит невозможно. Не, я вижу солнце сильное у вас, да. Понятно. Купаться ходите? Конечно. Ну, вот еще прохладно как бы. Сейчас еще неделечку буквально. И водичка будет уже градусов в 17, можно будет ногу затунуть одну туда, да. Да, ну, почему 17? А сколько вы думаете меньше? 20 градусов прогревается. 22, да, ну нафиг. Да, это жольче для Сибири. Ну, это лужи, лужи, да, которые до 22 прогревались. Вы видите, ну, на карту посмотрите. У нас здесь 239 в районе озер. С чистейшей водой вообще. Нет, лужи я имею в виду, ну, мелкие. Я не имел в виду именно лужи, как лужи. Ну, ну, как лужи? Ну, блин, не знаю, метров пять. Я говорю, мелкие водоемы прогревают. Пять-шесть метров глубина, как бы, думаешь, это мелко, нормально. Ну, ладно, бог с ним. Я тут говорю больше на политические темы. Вот. Вы отследите за политическими событиями? Ну, по мере возможностей. И, как бы, честно говоря, не прям, чтобы прям увлекаюсь этим делом, но слежу периодически, да, за ситуацией. Ну, да, да. Как вот, вы слышали заявление Путина, ну, то, что он выдвинул, типа, условия якобы мира, да, вот? Почему якобы? Ну, потому что это чистой воды капитуляция, то, что он предложил. Почему капитуляция? Ну, потому что Украина должна отдать ему земли и поклясться не вступать там в НАТО и еще спинку почесать. Это же капитуляция. Ну, подождите, давайте из реалии будем исходить. Можно, конечно, фантазировать здесь, там, как это, знаете, вот прошлый год мы слушали, что там мы будем в Крыму каву пить, там, и так далее. И все вот эти вот влажные фантазии, что мы выйдем на границе 91-го года, там, и так далее. Можно из этой ситуации исходить, и тогда, да, вот как вы говорите, что это... Не-не, надо исходить из Киев, Киев за два дня. Вот из этого надо исходить. Киев за два дня, Украина за две недели, конечно. И за два, даже за три. Подождите, не за два, даже, а за три. За три дня, да. Мы же говорим, подождите, мы сейчас говорим про сегодня. Все прошлое и там вот эти вот влажные фантазии, ну, о будущем, надо в реальность сейчас прийти, вот просто на сегодняшний день вот так очутиться. Согласен, 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 да. Исходя из этого уже, как бы, вот, ну, разговаривать. А если в прошлом или будущем там грезить, это, ну, то... Ну, давайте, вот каковы реалии, давайте, я согласен с вами. Реалии, реалии таковы, что для Украины, как бы, печально, вот, в данном моменте сейчас ситуация развивается. Вот прям, ну, вот, катастрофически печально. А в чем? Ну, в том, что потери колоссальные, потери территории каждодневные, по минимуму в неделю четыре населенных пункта маленьких, но они теряют, понимаете. В соответствии с этим еще и, ну, потери человеческие. Ага. Во-вторых, во-вторых, вот эти усугубляющиеся ситуации с законом новым, помимо мобилизации, которые объявили. О, помните, может быть, какого, кстати, числа, по-моему, 7 или 4 апреля, когда Украина, уже понимая, как бы, что дело в крах, к краху движется, подала в Европейский совет по правам человека о том, что 11 пунктов Конституции больше выполняться не будут. Вы читали об этом вообще? Нет, нет, не читал. Нет, хотите, я вам... Какие 11 пунктов Конституции где не будут исполняться? Ну, сейчас, секундочку, я у меня даже закладка прямо здесь, сейчас вам открою, одну секунду. Украина подала в Европейский совет, что-то вы такой-то... Да, прям оригинал даже... Фигню, мне кажется, сказали сейчас. Давайте. Мне кажется, что вы какую-то фигню сказали. Ну, 4-го числа. Давайте, скиньте мне ссылочку, я почитаю, что вы имеете в виду. Так, вам прямо на... На рулетку сюда, на рулетку. Сейчас. Ну, здесь нельзя скинуть. Почему это нельзя? Можно, да? Ну, а кто мешает? Сейчас, одну секунду. Бывают люди начинают жалобы писать. И что, ну, жалобы, и что дальше будет? Сейчас, одну секунду. Мне почему-то все говорят, россияне, вот, засылку, может, забанить. Пожалуйста, я могу скинуть ссылку, попробуйте меня забанить. У вас ничего не получится, это ерунда полна. Вот, аспект оригинальный. Вы, кстати, же, именно в США находитесь. Я думаю, вы в оригинале даже читать, наверное, сможете. Конечно, естественно. Могу. Письмо вот это, почитайте, очень увлекательная такая штука. Ну, смотрите, то есть, там что произошло? Давайте по статьям просто пройдемся. То есть, смотрите, 4 апреля 24 года Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. Подождите, где вы читаете? Я не вижу, давайте. Это пока русские, русские уже. Нет, нет, не русские, вы меня скинули. Киньте мне то, что вы сейчас читаете. Зачем вы мне скинули другое? Ну, хорошо. Зачем вы мне скинули одно, а читаете другое? Для чего? Не, не, хорошо, давайте. Вот, сейчас, одну секунду. Давай, я сейчас сравню, потому что у вас же пропаганда ваша врет, а вы ей верите, вы как малые дети наивные. Вы как малые и наивные дети, вы не видите, не чувствуете разницу. И не хотите ее видеть. Ну, вы мне скинули опять на английском языке, и что? Не, не, вы вот откройте ссылочку, и вместе с вами пройдемся. Так я открыл, она на английском языке. Вы же на английском понимаете? Так вы мне начали на русском читать, правда? Нет, вы мне поможете сейчас, может, и действительно сравним. Хорошо, давайте, давайте, с самого начала давайте. Что вас тут смущает, давайте? Говорите, какая строчка, давайте. Меня не смущает, вот смотрите, заголовок читаем. У меня перевод уведомлений о частичном отзыве от мутрости. Это какой документ, первый или второй, который вы мне скинули? Вы сами запутались, понимаете? Вернее, я не запутался, первый, первый смотрим. Угу. Читаете? Да, читаю. Так давайте, что читаю-то? Открыли ссылку эту? Ну, какую я обе открыл ссылки? И что читаю? Нет, первую, 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 откройте. Ну, первая открыта у меня, да. Заголовок читаем. Ну, читайте заголовок, и что? Удомление о частичном отзыве, то есть у меня, ну, перевод... Где, 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 какая-то строчка, что вы мерите? Ну, вот прям заголовок, заголовок. Черными буквами, жирными. Так, 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 давайте, как по-русски это у вас звучит? Уведомление о частичном отзыве у меня, это, оно переводится. А частичном отзыве чего? Ну, у меня тут немного косичный перевод от катания. Так, естественно. Вы слышите звон и не знаете, где он, понимаете? Приведите мне это слово, что там такое, дальше что? О, господи. Последнее слово. Если вы не знаете, о чем вы говорите, для чего вы мне это скинули в качестве доказательства, какой-то фигене. Нет, 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 вы слово можете перевести, или вы будете, ну, сейчас тарактить. Зачем я вам буду что-то переводить? Ну, что-то не меняется, ну, хорошо, давайте дальше. Как вы это понимаете, расскажите мне. Не хотите дальше, смотрите, читаем дальше, вот ниже спускаемся, еще один заголовок, только поменьше, вербальная нота, он переводится. Там вот справа есть. Так, давайте, давайте, конечно, читайте. От 8 апреля 24 года, номер 5, статья 15, дальше, смотрите, постоянное представительство Украины Совету Европы, номер 31, 011, 32, 119. Я вижу, не надо цифры перечислять. Дальше, читаем, вербальная нота, постоянное представительство Украины, представители Европы свидетельствуют свое уважение генеральному секретарю Совета Европы, имеет часть представить генеральному секретарю от имени правительства Украины обновленную информацию о мерах отступления от своих обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно в соответствии с статьей 15, указанной Конвенцией в связи с введением военного положения Украины, подготовленным Министерством юстиции Украины. И дальше пошли ссылочки. Совершенно верно. Что вас тут смущает? Самое первое, самое первое, вот это постоять, пересмотренное уведомление о мерах по отступлению от обязательств Украины по Конвенции, статья 15. Дыркаем туда, открываем ее. Так, хорошо, давайте, открываем. Так, открыли дальше. Читаем. Давайте, читайте. Вы как бы, давайте, теперь я вам прочитал, теперь вы. Читаю. Читаю. In connection with the military aggression the Russian Federation. Against Ukraine Based on Proposal National Security Defense Council of Ukraine. То есть, в двух словах, в связи с милитаристским агрессивным нападением Российской Федерации на территорию Украины, в связи с параграфом в 20-м части статьи 106 Конституции Украины, закона Украины и бла-бла-бла-бла-бла-бла, мы там делаем то-то и то-то. Вот что вас смущает, в этом все нормально. Идет война, идет война, и в связи с военном оборудованием. Да давайте там, куда кто идет, мы это опустим. Так что вы этим хотите сказать? Вы сами поняли, о чем вы сейчас говорите. Подождите, под словами сделаем то-то и то-то, контекст, ну давайте вот что делаем. Так давайте читайте мне, читайте. Давайте, что там делаю? Так читайте, что делаю? 11 пунктов Конституции. Читайте мне, что вам не понравилось, давайте. Я так чувствую. Читайте, что вам не понравилось конкретно. Мне все нравится, наоборот, мне до такой степени все нравится. Так давайте, что вас смущает тогда? Классно. Что вы считаете неправомерным? Абсолютно все замечательно. Затем вы тогда какую-то хрень мне пытаетесь сейчас впаривать? Я вам пытаюсь хрень делать. Для чего? А для чего вы мне об этом рассказали? Для чего вы мне об этом рассказали? Вы официальный документ правительства Украины. Для чего вы мне об этом рассказали? Вопрос задаю сейчас. Для чего вы мне? Для чего вы мне официальный документ правительства Украины? Для чего вы мне сейчас это начали приводить пример? Для чего? Чтобы что? По примеру, я вам новость просто рассказываю. Для чего вы эту новость мне сказали? Она ни о чем серьезном не говорит. о чем она вам серьезно что вас так встревожило что вас так обрадовала что у вас возбудила так я это назвал хренью не потому что это хреновый документ а я назвал то хренью потому что вы говорите о чепухе о которой не имеет значения никого для чего вы это сказали конечно какое-то значение для кого имеет расскажу для чего вот это конкретно изменения какое значение и на что влияние она будет оказывать давайте вы же не можете даже выразить мысль свою конечно давайте попробуем вот этого с момента вот вот этого и давление не будет отступление от конституционных законов первая статья 30 не будет соблюдаться неприкосновенность жилья в украине или на украине статья 31 тайна переписки телефонных переговоров и другой конечной корреспонденции статья 32 не вмешательство личную семейную жизнь статья 33 свободу передвижения свободный выбор места жительства права свободно покидать и возвращаться на территории украины потом 34 статья право на свободу мысли и слова свободное выражение взглядов и убеждения а также право свободно собирать хранить использовать и распространять информацию 38 статья право участвовать в управлении общественными делами референдумами право свободно избирать и быть избранным органам государственной власти местного совправления общественным службам 39 что вы читаете какую строчку где вы читаете скажите что мне вы не скинули где вы читаете конкретно чтобы я следил откройте конституцию украины так скиньте мне что вы читаете скиньте мне да то что вы сейчас я не понимаю почему вы это все милите чушь как ума уже не сходите как вы сейчас чушь милите интернет чтобы я открыл читал вместе с вами вы чё немощный какой-то а так что у меня тогда пытаетесь доказать я конституцию украины вам а для чего вы мечтаете конституцию украины того чтобы мы поняли какие статьи сейчас не будут работать для чем покажите мне всего вы взяли что они не будут работать так покажите в какой строчке этого письма это написано я уже начинаю терять просто да естественно вы вы потеряли по-моему давно уже и связь и про плядь радовала блин а включаете просто сейчас и купить смотрите смотрите давайте подведем это давайте подведем итог итог следующий давайте я подведу и только вы скажете согласны вы или нет вы сейчас мне начали впаривать что что-то незаконное происходит в украине что-то вот такое противоправное происходит что-то против международных законов каких-то вот это это вы мне впариваете да на самом деле вот из того что я так вот на первый взгляд глянул да вы же мне не можете ничего конкретного сказать это связи с военным положением связи с войной до всегда во время военных действий во время военно не говорите одновременно со мной я вас не слышу во время военных действий во время военного положения во время того как вы убиваете людей в стране естественно многие это в любой стране кстати делаются многие права и свободы сокращаются либо упраздняются на время либо уменьшаются это абсолютно Это абсолютно естественно. И для того, чтобы это привести в соответствие с законом, на это есть, например, Конституционный суд Украины. Вот Конституционный суд Украины, как абсолютно отдельная вещь власти, может, например, почитать это законным, а может почитать незаконным. Если она почитает это законным, значит, это будет введено. И правильно, во время военного положения очень много вступает запретов. Очень много запретов. Совершенно верно. Например, запрещено там выходить на массовые шествия и митинги. Привожу вам, как пример, я понимаю, вы не догоняете немножко, у вас слабовато с пониманием. Вот. Запрещено выходить на шествия и митинги. Потому что прилетит ракета, например, убьет сразу много людей. Это все делается в целях безопасности, в целях создания общественной безопасности и для того, чтобы более активно бороться вот с такими орками, как вы, понимаете. Вот и все. То есть, к чему это все было сказано? Человек вообще не понимает даже. Он такой злорадно, вот, вы там то-то, вы изменили то-то. Это все понятно. Идет война. И это нормальная мировая практика. Во всех странах без исключения, во всех странах без исключения, во время войны, военных действий, идут сокращения, сокращения свобод определенных. Естественно, всегда, всегда во время военных действий, во время любой войны это происходит. Это было в любой стране, где была война. Например, давайте вспомним ваш любимый Советский Союз. Как вы думали, там были сокращены права людей во время войны или нет? На жилье? На жилье? На все. На все. На все. О, вот видите, гореть начал. Орк начал гореть, я понимаю. Ему не нравится. Так вот, во время войны никто не спрашивал. Во время Второй мировой войны в Советском Союзе. Жилье никто не спрашивал. Надо было его конфисковать. Его власти забирали мгновенно. С этим никто никогда не церемонился. Надо было забрать жизнь человека в Советском Союзе. Ее забирали мгновенно. А, все, да? Тупое животное, блин. Оно будет рассказывать, насколько права нарушаются, оказывается. Да, так вот, Украина... Да, я читаю это, кстати. Я не знал этого, но это, на самом деле, друзья, не имеет большого значения. Потому что Украина объявила конкретно международным организациям, то есть она обратилась к международному сообществу, к международным правам, то она ограничивает, да, в связи с военным положением, в связи с военной ситуацией, в связи с войной, кровопролитной. Она ограничивает такие-то и такие-то свободы для того, чтобы дать понять международному сообществу, что да, она это будет делать в целях повышения безопасности своей собственной, безопасности страны, безопасности общества. Этот орг, он под дурочка косит. Естественно, он это все понимает. Но он думал, что он сейчас, типа, рации вскочил на какого-то конька хорошего, да, и будет вот, там, типа, ущемляются права безвинные. Нет, это война. Это в любой стране, где идет война, это делается или делалось, или должно делаться, естественно. Мирная жизнь отличается от войны. И Украина это делает не из-под тяжка, а честно. Она декларирует это. Она заявляет об этом, что будут, да, ущемлены, да, в каких-то гражданских правах те или иные действия, поступки, может быть, даже категории, да, это война, друзья, это война. Это страшное дело, война, и она много вносит вот таких вот негативных моментов, но от этого никуда не деться. Так что его злопыхательство вот это вот, оно беспочвенно абсолютно. Это все только приближает победу Украины над вот этими орками. Ну и что, только пожелать им мирной земли над головой всем вот таким оркам. Это все, что я им желаю сейчас. Надеюсь, что вы тоже. Субтитры создавал DimaTorzok